Я в ютубе посмотрел, как один русский высказывается. В чем заслуга того, когда нас, дагестанцев, туристы хвалят? Скажите, в чем заслуга? Ваша заслуга эта. Испортили женщину. Женщина превращается в существо, которое не знает мужчина, она или женщина. Хумар, раздай Аллаху, сказал, «Мы люди, которых Всевышний возвысил, Большая часть ислама территориально распространилась за счет чего? За счет нравственности, порядочности, честности, милосердию мусульман. Южная Азия, Восточная Азия, Северная Африка, Восточная Африка. Там ислам распространился благодаря кому? Благодаря туджарам, коммерсантам, мусульманам, Которые приезжали туда, торговали, Они торговали честно, соответственно, требованиям ислама. И их честность пленила эти народы, И они без взмаха меча, Эти люди толпами пришли в ислам. Благодаря поведению мусульман-торговцев. Это лицо наше, наше поведение, это наше лицо сегодня. И не только сегодня, это было всегда. Поэтому, дорогие братья, люди не влюбятся в нашу религию Одними лишь ихними ушами. Люди влюбляются в религию их глазами, Когда они видят на самом деле ислам. Таким образом посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саляма, поступал. Заклятые враги посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саляма, Приходили в ислам и говорили, После того, как узнали его поведение, Кто он такой, узнав сподвижников, Говорили, Не было до этого дня человека ненавистнее, чем ты, Сегодня нет человека, которого я любил бы больше тебя, говорили они. Это из-за поведения. Хотя они слышали, что говорит ислам, К чему призывает ислам. Но когда увидели, только тогда приходили в ислам. Поэтому, дорогие братья, Об этом нельзя забывать. Вы не обязаны быть для того, чтобы что-нибудь для ислама сделать. Вы не обязаны быть алимами. Вы не обязаны быть проповедниками. Не обязательно умеют читать аят, хадис пророка, саллиллаху алейхи ва саляма. Сегодня от вас требуется, чтобы вы хотя бы поводу не давали Бросить тень на ислам и мусульман. Это очень важно сегодня. Вы же знаете, как распространяется негативная информация сегодня. Вас могут записывать. Сегодня в Дагестан приходит самая активная часть населения из России и за ее пределами. Люди, которые сюда приезжают с камерами, с коптерами, которые снимают и сверху, и снизу, и скрытно, и явно. Обманули вы какого-нибудь человека, показали вы ему несправедливость. Все он обязательно в Ютубе это выложит и скажет, нет, не совсем такой Дагестан. Не совсем мусульмане, это не те люди. Не дай Аллах кто-нибудь скажет, как вы себя будете представлять перед Всевышним Аллахом, нанося такой урон, становясь такой причиной для того, чтобы сказать плохо о дагестанцах, о мусульманах. Это же очень плохо. Вы становитесь причиной этой фитны, этой смуты, этого отдаления людей от ислама. Абдуллах ибнур Раваха, ради Аллаху ангу, он был назначен посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, учетчиком имущества, с которого выплачивается закат, и не только. Он ходил, делал харс, называется такой метод, когда приходит учетчик заката, смотрит на финиковые пальмы и устанавливает меру, какая должна быть выплата с этого урожая в качестве заката. И Абдуллах ибнур Раваха отправляется к одному из, отправляется к иудеям, им принадлежали огромные плантации, огромные пальмовые рощи, они были очень богаты, и он приходит к ним. Они же знают, как он их ненавидит. И они боялись, вот теперь нам конец, вот он сейчас половину всего заберет. Они собрали золотые украшения своих женщин и подготовили решуа, взятку для него, для Абдуллах ибнур Раваха. Живая, требуя у него только одного, чтобы он посчитал, как есть, чтобы больше не сделал, потому что знают, как он их ненавидит. Он к ним приходит, они ему предлагают золото и говорят, мы хотим, чтобы ты справедливо оценил это. Он говорит, это решила, говорит, это взятка, не надо мне его предлагать. Он говорит, я вас ненавижу больше, чем свиньи и обезьян. Но несмотря на это, я к вам не проявлю ни чуточки несправедливости. Я буду с вами справедлив. И тогда евреи сказали, Благодаря справедливости существуют небеса и земли, сказали иудеи. Быть справедливым абсолютно ко всем. Наша беда сегодня, наша справедливость относительная, имеет двойные стандарты. Стали мы чиновниками, получили мы возможность что-то решать обязательно. Тут будет свой и не свой. Мой, чужой, родной, неродной. Вот вам пример стадвижника, радуй Аллаху Ангу. Посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, не дал повода в свое время, жертвуя страшными кознями, большими потерями. Посланник Аллаху алейхи вассалям, жертвуя всем, сохранял добрый имидж мусульман. Вы знаете, посланника Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, окружали такие мунафитры, лицемеры, которые показывали ислам, но внутри воевали с ним, боролись с Мухаммадом и с его сподвижниками. Посланник, Аллах, ассаляму, сохранял их неприкосновенность и говорил, «Хатта ла юкала, анна Мухаммадан я ктолю асхабаху». Пусть никто не скажет, что Мухаммад, саляму, убивает своих сподвижников. Это очень важно. Не совершаешь ты намаз еще. Ты далек от ислама, ты носишь имя мусульман, ты представляешь ислам. Хочешь ты этого или не хочешь? Воздержись. Тебе самому лучше претерпеть свое личное унижение, прежде чем таким образом ты унизишь ислам. Придержи свой характер. Ты знаешь, что завтра пойдет громкая новость, что ты такое-то, такое-то сделал. Если даже не сделал, попытаются это сказать. Поэтому к нам большая требовательность. Мы должны быть бдительными. Поэтому, дорогие братья, будьте очень внимательны. Далее хочу привести некоторые примеры из жизни Умара, разу Аллаху Ангу. Умар, разу Аллаху Ангу, когда он возглавил халифат, от него ведь зависит доброе имя правителя мусульманина. Оказывается, самым суровым и самыми тяжкими для родни Умара, разу Аллаху Ангу, стали дни правления Умара, разу Аллаху Ангу. Потому что, когда он взял на себя халифат, он сказал, собрал всю свою родню, понимаете? Вот как нужно вести, каким должен быть мусульманин. Он сказал, Он говорит, вы вся моя родня. Я людям запретил то-то, то-то, то-то. Людям приказал то-то, то-то, то-то. Воистину, все люди смотрят с сегодняшнего дня на вас, как смотрят другие птицы на белых-голубей. Куда вы, туда и они. Он говорит, Валлахи, Валлахи, говорит он, Если вы сделаете то, что я запретил, Валлахи, я для своих родных, для вас наказание удвою. Потому что вы моя родня, говорит. Вы моя родня. Вот так Умар, радия Аллаху, предостерегал, сохранял доброе имя правителя мусульман. Когда Умар, радия Аллаху, оказался в одном застолье, И после того, как были принесены в жертву животные, Разложили перед людьми еду, мясо. И Умар, радия Аллаху, сидит и видит, что к нему несут самые хорошие части. Перед ним ставят то, что на горбе, То, что самое вкусное на верблюде. Он говорит, Умар, радия Аллаху, говорит, Какой же я буду правитель, Если я из этого мяса сейчас съем самое лучшее, И оставлю людям то, что на костях, Отнесите это от меня подальше, Принесите мне масло и кусок хлеба. Так сказал Умар, радия Аллаху, анху. Как могли сказать что-нибудь плохое о мусульманах, Когда были такие сподвижники, радия Аллаху, анху. Сегодня, когда я в Ютубе посмотрел, Как один русский высказывается, Высказывается о том, Какое гостеприимство ему оказали жители вашего региона, Вашего поселка, Клянусь я от радости, слезы не сдерживал, Потому что они показали им то, Что им дал ислам, Их гостеприимство, Их доброту, Их поддержку. Эти люди хвалили не дагестанцев ведь. В чем заслуга того, Когда нас, дагестанцев, Туристы хвалят? Скажите, в чем заслуга? Ваша заслуга это? Нет, это заслуга нашей религии. Религия воспитала в нас, Наша религия воспитала в нас Эти ценные качества, Которые сегодня остатками остались в этом дуне. Сегодня ведь человека нет. Борьба с человечностью идет. Испортили женщину. Женщина превращается в существо, Которое не знает, Мужчина она или женщина. Должна ли она растить своих детей или не должна? Вот в такую превратили женщину. А человека, мужчину превратили. Мужчина не знает сегодня, Быть ли ему дальше мужчиной или нет. Вы думаете, эти угрозы до нас не могут дойти? Дорогие братья, Умар, радия Аллаху, Что сказал, когда ему подали? Когда при взятии, При передаче ему, Куца, по-моему, Сподвижник, который был переговорщиком, Он повел Умара, радия Аллаху, На встречу с главами Байт-Уль-Мукаддаса, Из числа христиан, Из числа, наверное, Их правителей. И было застолье. Умар, радия Аллаху, Во время еды уронил кусочек хлеба на землю. Ведь сунна пророка, Салли Аллаху Алейхи Ва Саляма, Поступать с тем, что мы уронили, Поднять, подуть и положить в рот. Вот Умар, радия Аллаху, Поступил так, несмотря, Нарушая все протоколы такого уровня. Сподвижник ему сказал, Может, Умар здесь не стоит это делать. Этот переговорщик, Помощник Умара подумал, Что это как-то сможет его дискредитировать. Умар, радия Аллаху, Сказал, Мы люди, которых Всевышний возвысил благодаря Исламу. Тогда, когда мы начнем искать высоту, Могущество, Славу, Не в том, Чем нас Аллах возвысил, Азаллян Аллах, Аллах нас унизит. Почему? Когда мусульманин Ослушается Всевышнего Аллаха, Это бывает очень плохо. Это оборачивается очень большой бедой. Почему? Потому что Аллах его унизит. Потому что он уронил, Обесценил то, Что является ценнее всей Вселенной. Обесценил, Он недооценил ту религию, Которую Всевышний Аллах ему дал. Поэтому, извините за многословие, Еще раз повторяю, Хадис пророка, Салаллаху алейхи васаляма, Котором посланник Аллаха, Салаллаху алейхи васаляма, Сказал, Ты находишься у бреши Крепостной стены Ислама, Пусть через тебя не проходят. Дай Аллах, чтобы мы Стали настоящими примерами, А имма лил муттагин, Как сказано, Предводителями, Примерами быть для остальных, Богобоязненных для всего остального человечества. Ассаламу алейкум, Варахмату Аллахи ва баракату. Салаллаху алейка, Салаллаху алейкум, Салаллаху алейкум, Продолжение следует...